Бобруйск – один из старейших уголков Беларуси. Крупный промышленный и культурный центр Могилёвской области. Неповторимый колорит, увлекательная история и незаурядная архитектура. Именно это привлекает иностранцев. Только в прошлом году наш город посетили 7 856 зарубежных гостей. В основном – россияне. Благодаря безвизу больше стало и жителей Литвы, Латвии и Польши. Визитная карточка – гостиница «Турист». 2021 год для нас стал успешным. Мы даже получили диплом первой степени по финансо-экономическим показателям. 2022 год стал еще лучше. Благодаря нашей сплоченной команде темп рост выручки по сравнению с 2021 годом составил 105%. Рентабельность продаж 2021 года – 3,7%, в 2022 году – 8%. Сегодня Бобруйск в поиске туристического бренда. Предложить слоган и логотип может каждый житель. Короткая эмоциональная фраза должна отражать наши ценности и привлекать внимание. А визуальный символ – иметь оригинальное начертание, графический стилизованный образ. Главное – уникальность и индивидуальность. Свои идеи можно высылать до 1 марта на электронный адрес на экранах. Это узнаваемость города не только в пределах Республики Беларусь, но также и за рубежом. В бренд может входить инфраструктура, наши оздоровительные организации, наши экскурсионные маршруты и многое другое. В 2022-м разработано 10 туристических маршрутов, которые постоянно обновляются. Самая популярная – тур выходного дня. Таки да, это Бобруйск и Шалом, мой друг Шалом. В числе достопримечательностей – крепость, музей, кинотеатр «Товарищ», дом Купчихи Кацнильсон, социалистическая синагога и еврейский дворик. Учащиеся третьей гимназии разработали гид по городу. Здесь можно узнать программы, путешествия и познакомиться с краткой исторической справкой. Интеллектуальный путеводитель создала и педагог-организатор технологического колледжа. Пешеходная экскурсия охватывает 14 мест. В каждой локации есть описание и задание. Прогулка рассчитана на полтора-два часа. Расстояние – 3,5 километра. Я очень люблю путешествовать. И когда-то такого формата экскурсию я, скажем так, поучаствовала в городе Минске. Потом стала изучать этот вопрос. Оказалось, что в целом формат квестбука появился в 2016 году. У нас белорусы лишь только в Минске. Ну и вот пришла идея попробовать сделать у нас в городе. Я думаю, что это у меня получилось. Экспорт туристических услуг за минувший год свыше 128 тысяч долларов. Только 62% – вклад в санаторию имени Ленина. Популярностью пользуется программа реабилитации постковидных пациентов. Всего в пансионатах и профилакториях Могилевской области в 2022-м отдохнуло почти на 10% больше человек, чем годом ранее. Продано свыше 45 тысяч путевок. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.